Состояние Чизены и Милана. Первая половина встречи целиком и полностью прошла под диктовку гостей этого стадиона. Милан был гораздо лучше, забил два мяча, отличились Салли Мунтари и Урби Эммануэльса. Ну и вообще Милан в первом тайме не оставил сомнений в том, что эта команда более классная и находящаяся в отличном физическом состоянии и приподнятом расположении духа. Ой-ой-ой, это вот то, что характеризовало скорее игру Чизены в первой плане этой встречи. Очень примитивное действие в атаке, мало двигательной работы со стороны Винченцо и Квинта и Адриана Мута. В общем, у Чизены был всего лишь один удар в створ ворот Кристиан на объятии и тот сверхопасным назвать нельзя. Явно нужны какие-то перестановки Даниэля Орегони и его коллективу. Посмотрим, последуют ли они сразу после перерыва. Ну а пока начну вам напоминать составы играющих команд. Франческо Антониоли в воротах у Чизены. Защитники центральные. Гильермо Родригес второй и Юан Бенолуань двадцать восьмой. Слева тринадцатый Марко Ройси. Справа шестнадцатый Джанлуко Камотто. В центре поля восемнадцатый Марко Пароло. Четырнадцатый Джузеппе Калуччи. Слева тридцать третий Даниэл Пудел. Справа седьмой Марио Сантана. В атаке десятый Адриан Муту. И девятый Винченцо и Квинта. Милан в воротах тридцать второй Кристиан Абьятти. Барона справа налево. Двадцатый Инья Цуабаты. Двадцать пятый Даниэля Бонэра. Тридцать третий Тьяго Силва. Пятнадцатый Джамель Мезба. В центре поля Массима Амбразини. Двадцать третий Салли Мунтарий. Четырнадцатый и Антонио Ночирино. Двадцать второй под нападающими. Двадцать восьмой номер Урби Эммануэльсон. И в атаке. Семидесятый Робини он буквально везде. И на острие двадцать первый Макси Лопес. Массимилиано Аллегри наставник Милана. Пауло Валери. Главный арбитр этой встречи. В первом тайме показал две карточки. Но вот момент. Если здесь не было положения вне игры. Адриан Муту должен еще более отчаянно хвататься руками за голову. Но как же так? В матче против Милана. В матче с командой, которая сейчас в онлайн таблице находится на первом месте. Не реализовывать вот такой момент. Это чудовищно, друзья. И это непростительно. За это тоже можно показать желтую карточку. Просто вот со стороны болельщиков, например. Так вот, от арбитра предупреждение в первом тайме получили Юан Бенолуань и Сали Монтари. Быстро представили вам запасных команд. Замену в втором тайме мы, естественно, с вами будем наблюдать. В запасе у этой команды Роберто Гуана, Лука Чиккарелли, Симона Дельнеро, Доминик Малонго, Хорхе Мартинес, Рафаэль Мартиньо и голкипер Никола Равалья. У Милана все сплошь. Знакомые лица, опытные, проверенные бойцы. Ну и молодой Стефан Эль Шаарави. Помимо него Марио Еббес, Лука Антонини, Филиппо Инзаги, Марк Ван Боммел, Джан-Лука Дзамбротто и голкипер Марко Амеля. Джан-Лука Дзамбротто, кстати говоря, сегодня празднует свое 35-летие. В общем, по всем показателям он теперь годится в команду сборной Италии на Кубок Легенд. 35 есть, матчи за сборную были. Дзамбротто чемпион мира. В составе итальянской национальной команды в шестом году. И также серебряный призер чемпионата Европы 2000. Тогда итальянцы в финале после золотого гола Давиду Трозиге уступили французам. Так вот, посмотрим, будет ли Массимилиан Аллегри в качестве подарка Джан-Лука Дзамбротто отводить игровое время. Или наоборот, дает возможность передохнуть. Потому что Дзамбротто в Милане с 2008 года и с тех пор уже провел более сотни матчей в составе этой команды. Робиньон. Передача на Антонио Ночерино. Тот выбивает мяч в аут, поскольку Калучи получил травму. Калучи шанс сам шел в борьбу. Скорее он мог нанести повреждения Урби Эммануэльсену, но оказался пострадавшим. 31-летний капитан Чезены. Активно разминаются запасные Милана. Очень интересно понять, какую же все-таки тактику и игровую модель на второй тайм выберет вот этот наставник Массимилиану Аллегри. Все время как-то хмурится. Делает вид, что недоволен. Хотя игра его команды, наоборот, сегодня приносит одно лишь только удовольствие. И это по большому счету продолжение матча Лиги Чемпионов с Арсеналом. Только теперь уже соперник другой в чемпионате Италии. Милан хорош. И если Милан все-таки не ослабит хватку, добьется крупной победы, мне кажется, именно Милан будут считать фаворитом в матче с Ювентусом в следующем туре итальянского чемпионата. Все-таки команда Аллегри будет играть дома. Восстановятся многие из травмированных. И там уже как знать. Сегодня, конечно, у Милана в игре с таким соперником, как Чезена. Но, опять же, при всем уважении, абсолютно не сказывается проблема отсутствия Златана Ибрагимовича. Да, и уже даже не кажется, что Милан настолько от него зависит, что даже с Чезеной справиться не может. Может, мы же с вами это видим. И первый тайм это подтвердил. Можно позабыть о том, что у Милана действительно нет хорошего атакующего полузащитника. Но это проблема, о которой говорят начиная с сентября прошлого года. И это было понятно всем, и это не скрывал ни Адриану Голиане, а ни кто-либо еще из представителей Милана. Но с Чезеной получается и так. И выходит, на самом деле, здорово. У Милана, конечно, есть сейчас соблазн закрыться. Я думаю, что все-таки не стоит отдавать мяч сопернику. Это чревато. Так, контролировать его уверенно, а не так, как сейчас с Али Мунтари. И это вот самое оно, Винченцо и Квинта опять не попадает толком по мячу. Ну-ка, Пудел! Ой-ой-ой. Куда же бил Пудел? Кого он там увидел на трибуне? Гавкнул Пудел сейчас, в общем, а не пробил поворотом. Но с Али Мунтари чересчур вальяжно работал с мячом в этой ситуации. И Марио Сантана его обокрал. При этом даже не применяя изысканных методов Джорджа Клуни, Брэда Пита и прочих товарищей, являющихся друзьями Оушена. Первая замена у Милана Массимо Амбразини покидает поле. Вместо него под четвертым номером выходит Марк Ван Боммел. Не менее опытный голландец. Ключевой здесь не менее опытный, потому что Амбразини, конечно, не голландец, а итальянец. Амбразини хорошо провел 50 минут в этой встрече. Вот так, навскидку, даже ни одной его ошибки я не вспомню. Разве что он не реализовал момент в минуте, так, на 10-й, на 12-й, выйдя 1 на 1 с Франческой Антониоли. Ну, так это и не совсем его дело. Макси Лопес. О, пошел по стопам Робинио, сместился на фланг. Да, пошел, но не дошел. Поскольку Робинио в такой ситуации наверняка сыграл бы точнее на уровне Эммануэльсона. Камотто. Марио Сантана. В Наполе ему места не нашлось. Он арендован Чезеной. Команда, конечно, не обладает. Значительным бюджетом. И всех футболистов, которые пополнили ее состав этой зимой, объединяет одно. За них не пришлось платить. Четверо взяты в аренду и один подписан на свободном трансфере. Ну-ка, Родригес. Плотный удар. И, кстати говоря, если мяч полетел в створ, было бы опасно и неприятно для объятия. Но потом Родригес не очень красиво себя повел в отношении Ньяцуаббаты, удавив того рукой по лицам. Но мы с вами уже привыкли по первому тайму, что Пауло Валерий не всегда принимает те решения, которые от него можно ожидать в той или иной ситуации. Вот у тренера Чезены выражение лица соответствует результату, который демонстрирует его команда. Так вот, сразу три футболиста, которые зимой приехали в Чезену, сегодня вышли в стартовом составе. Это и Винченцо, и Квинто, и Марио Сантано, и Даниэл Пудел. Один находится в запасе, Симоне Дель Неро. Ну и пятое приобретение это Вангелис Моррос из английского Суонси. Но вот ему пока что места на поле не находится. В этом матче, я имею в виду, так-то он уже три поединка провел за Чезену. Далеко бросает Инье Цуабате, Ван Боммел. Очень любопытно, Марк Ван Боммел появился в Милане также зимой. В тот же, в тот же трансферное окно в команду пришел и Антонио Кассано. И так любопытно, в первом же матче каждый из них показал, что называется товар лицом. Антонио Кассано сделал очень классную голевую передачу. Милан, по-моему, Калери тогда в гостях победил. Меркель, что ли, забил. А вот Марк Ван Боммел, если не ошибаюсь, в матче с Катани получил две желтые карточки и был удален. Но, конечно, не это главное в игре Марка Ван Боммела. Это скорее следствие. В грубости в некоторых эпизодах, а вот следствие красоты. Робиньо! 3-0! Очень спокойно, очень уверенно. Милан делает счет крупным. И вот они побежали праздновать Джан-Лук и Дзамброттой. Третий гол, это уже повод. Победа практически у Милана в кармане. Но просто что-то невероятное должно произойти для того, чтобы Россонерию ее упустили. Причем что-то невероятное должно произойти именно с Чизе. Поскольку Милан расхлябанностью не отличается. Ну и молодец Робиньо. На 10-й минуте второго тайма забивает третий гол Милана в этой встрече. Да, пока не находится возможность ответить лидерам атаки Милана, например, Адриана Муту. Ну вот сейчас он забивает, но уже после свистка. Адриан Муту лучший бомбардир Чизены. У него 7 забитых мячей на счету. Причем у следующего бомбардира Чизены, представьте себе, только два голого активе. Ну в первом тайме я уже вам говорил о том, что Чизена самая нерезультативная команда в чемпионате. Ну и практически половина мячей. Она за авторством Адриана Муту. Здесь было положение вне игры. Здорово сработал помощник Паула Валерия. Ну и по эпизоду, в принципе, неплох был Муту, который не пустил Даниэля Банэро к мячу и пробил точно. Одна проблема после свистка. Ну и естественно, что Адриан Муту является человеком, который чаще всего забивал первый мяч Чизены. Пять раз это случалось. У Милана и в том и в другом показателе лучший Златан Ибрагимович. 15 голов в СИЗО и всего и 8 раз он забивал премьерный для Милана гол в том или ином противостоянии. Сегодня таковым отличился Салем Мунтари. Для него отличный дебют в чемпионате в составе своей новой команды. Но я думаю, что жизнь Салем Мунтари особо сильно не изменится. Не секрет, что футболисты Милана и Интера связаны дружскими отношениями. По крайней мере некоторые спокойно могут вместе поужинать или пообедать. Ну а Салем Мунтари может быть даже и свой дом выкидать не пришлось после вот этого перехода из Интера в Милан. Тем более он в Милане пока что на правах арены. Футболист отнюдь не возрастной, ему 27 лет. Если будет так же полезно играть, почему бы Милану его по окончании сезона и не оставить? Дело в том, что сразу целые группы высоковозрастных игроков Милана по окончании этого сезона истекают контракты. В их числе и Зейдорф, и Филиппо Инзаги, и в общем, наверное, Марио Епис. Так что на их фоне молодой полузащитник очень даже может пригодиться. На Черино. Мес Баам. Хорошо сыграл Урби Эммануэльсон. Первым касанием принял мяч, вторым сделал передачу. Здорово пропускает мяч партнеру Макси Лопес. Ну, в общем, так можно и устать хвалить действия игроков миланской команды. Да, и их преимущество сегодня сверх. Заметно. Росси. Росси. Калучи. Ну, замотает его, конечно, в такой борьбе. Робиньо. Калучи вынужден отыгрывать назад. Франческо Антониоли. Родриез. Играет направо. Здесь Камотто. Камотто на своем фланге гораздо активнее, чем Марко Росси на противоположном. Камотто действительно не боится идти вперед. И многократно уже это продемонстрировал. А вот Росси чересчур робко действует по своей бровке. Ну, может быть, потому что там сейчас дежурит Робиньо. И Росси просто вынужден его опекать. Адриан Муту. Ну, вот от него можно ждать какого-то маленького шедеврика. Пудел. Подача. Камотто. Скидка. Адриан Муту. Что там, рукой бил? Адриан Муту по воротам. А Кристиан Обьятий сейчас испачкал свою татуировку. Или, может быть, у него так газон пропечатался, что что-то еще и зеленое на руке будет до конца жизни. Адриан Муту получает желтую карточку за игру рукой. Посчитал ее умышленной Пауло Валерия. Давайте посмотрим. Скидка Камотто и... Ну, в общем, да. Адриан Муту все сам понимает. Так футбол играть нельзя. Макси Лопес. Вот человек в атаке Милана, который еще не сказал своего слова. Еще раз напомню. В игре с Удинезе отлично проявил себя аргентинский нападающий. Здорово вошел в игру. Гол плюс пас. В итоге победа со счетом 2-1. А вот сегодня у Макси Лопеса полноценного голевого шанса не было. Полумоменты встречались. Но забить Макси Лопесу пока не удалось. Посматривает на часы Адриана Голиани. Еще 30 минут играть. Плюс компенсированное время. Пароло. Забрасывает штрафную Муту. Здесь положение вне игры. Вновь у Адриана Муту. Но обратите внимание, насколько он заметнее, нежели его паркер по линии атаки Винчинсо Юквинта. Того, по-моему, Чудзена просто пока не научилась еще использовать. Адриан Муту постоянно играет без мяча, нету фланговых передач на него. Более того, Адриан Муту человек, который вполне способен получить мяч на линии штрафной, развернуться и пробить по воротам. Такие голы он забивал в Туринском Ювентусе, чуть ранее в Удинезе. И, кстати говоря, даже такой гол он забивал, выступая за Ювентус в ворота Удинезе. Ну, в общем, если такими темпами будет играть Винчинсо Юквинта в составе Чизены, то он поедет в четвертую черно-белую команду серии А в Сиену. Гильермо Родригес. Передача на Юквинту. На того перепрыгивает соперник Мануэльсон, Бинолуань, Фароло, Худелл, Юквинта. Нет, неудачно. Выпрыгивал Винчинсо Юквинта. Нужно было сделать еще шаг по направлению к воротам соперника для того, чтобы сыграть главой этот мяч. Чем-то недоволен Макси Лопес. Зигзаги карьеры футболиста на примере этого нападающего проявляются отчетливо. Вспомните и футбольный клуб Москва. До этого была Барселона. Ну а теперь Милан. Но это только после убедительных лет в составе катания. Статистика Макси Лопеса в этой команде была хороша. Примерно один гол в трех матчах он забивал. И вот сейчас Милан взял его в арьер. И наверняка держит руководство клуба в уме вариант оставить Макса Лопеса у себя по окончанию нынешнего сезона. Была рука. Нечаянно ей коснулся мяча Росси. Ван Бомил играет налево. Джамиль Мизба. Вот он сбавил. Да, Мизба сбавил. Именно что обороты во втором тайме. В первом очень настырно лез в атаку. И не безуспешно. Во втором играет более строго по своему флангу. Робиньо. Отсюда будет бить. Милан сегодня не только способен победить, выйти на первое место в турнирной таблице. Набрать 50 очков после 24 матчей. Но Милан также и способен взять реванш за поражение прошлого года. Здесь на Дину Манутце тогда Милан проиграл 2-0. Конечно, это был большой сюрприз для старта чемпионата. Любопытно, что и в этом году, в одном из первых туров, Интер проиграл Наваре. То есть тоже миланская команда уступила клубу, который вышел в элитный итальянский дивизион. Но Интеру, похоже, не повторить судьбу Милана образца прошлого года. Интеру не стать чемпионом в этом розыгрыше. Но у Чизена тогда забивали футболиста, которых сейчас в команде уже нет. Бук Дани и Эммануэля Джеккирини. Зато есть Пудил! Пудил! Он попал! Пудил делает счет 1-3! И... Недоволен Кристиан Объятий. Конечно, такая простая для него получалась игра до этого момента. И что же там случилось? Мяч скакнул над рукой Кристиан Объятий. Или он просто не дотянулся? Под рукой Кристиан Объятий пропускает этот мяч. Очень обидный гол для вратаря. Но Пудил молодец. В самый уголок направил мяч. Ну и что, Чизена? Если пытаться спасти ситуацию, то сейчас. Пересчитывайте деньги, не отходя от кассы. Ну или куй железо пока горячо. Это все из этой серии. Забивай Милану, когда идет. Пудил сделал первый ход. Это вторым считать, я думаю, не стоит. И еще раз. Повтор гола. Здесь Пудил оказался один. Дело в том, что Аббате пошел за нападающим, за Адрианом Муду. А вот никто из тройки полузащитников. Но формальный наверняка должен быть Антонио Ночирино. Пудила не закрыл. В общем, должны быть претензии у Миссимилиана Аллегрия к своим игрокам. На мой взгляд, как раз в первую очередь к Антонио Ночирино. Ну, это такая локальная претензия. И счет пока что не критичный для Милана. Да и учитывая то, как играет Антонио Ночирино в этой команде, им скорее следует быть довольным, нежели разочарованы. Еще одна желтая карточка. Дошло дело и до капитана Чизена Джузеппе Калуччи. Четвертое предупреждение в этой встрече. Три у хозяев, одно у гостей. Ну, выставил локоть. И им попал по голове Орби Эммануэльсона. Ночирино. Абате. Держали руками Макси Лопеса, но он сумел выбраться из-под опеки. Ночирино. Удар по ногам сзади. Не прав уже пудел. Заводится Антонио Ночирино. Ему тоже пришлось немало футбольных клубов на своем пути повидать. Удивительно, конечно, как с ним в свое время решил расстаться туринский Ювентус. Ведь и в нем Антонио Ночирино отнюдь неплохо выступал. И тогда он стал частью одной из трансферных сделок. Его просто были вынуждены отдать, поскольку хотели заполучить другого футболиста. Ну а что касается Даниэла Пудела, то для него это первый гол в составе Чизены. Свою третью встречу за этот клуб он проводит. Арендован у испанской Гранады. Марио Сантана. Передача на Пудела. Со второй попытки. Отправляет он мяч в чужую штрафную. Ну и что, Милану удастся ли быстрый выход в контратаку? Нет. Правила нарушает вновь капитан Чизены. Калучи. Это повод для устного предупреждения. Одна желтая карточка у него уже есть. В принципе, за такое можно было бы показывать предупреждение, если бы у Калучи не было первым. Наверное, так размышляет Павло Валерий. Ну и, наверное, с благодарностью режиссера из города Чизены нам с вами его сейчас показали. Ну и какие-то теоретические шансы у Чизены по-прежнему остаются. Для того, чтобы спасти эту игру. Как минимум один гол за 10 минут. Для этого нужно забивать. Опять нехорошо себя почувствовал Орби Эммануэльсон. Что же на этот раз стряслось? Замена готовится у Чизены Роберто Гуана. Под пятым номером. В скором времени вступит в игру. Роберто Гуана был куплен перед началом этого сезона у Палермо. Команда, за которого тоже когда-то успел поиграть герой предыдущей истории Антонио Ночирино. Но Гуана был за какую-то совершенно символическую сумму Чизены приобретен. Самое дорогое. Самый дорогой трансфер это Эдер. Который пришел из Бреши за 5 миллионов евро. Но он уже этой зимой был отдан в аренду сам Дори. Чизена здорово заработал на продаже своих лидеров. Потому что дело имя. Себе здесь сделали как раз Юта Наготома, нынешний защитник Интера. И Эммануэль Джеккирини. Граф Туринского Ювентуса. Джузе Покалуччи покидает поле. Это абсолютно справедливая и правильная, на мой взгляд, реакция главного тренера команды. Джузе Покалуччи, во-первых, устал, а во-вторых, еще имеет желтую карточку. И вот была эта пограничная ситуация, на которую мы с вами обратили внимание. И просто решил не рисковать. Даниэль Орригони. Лучше так, чем в меньшинстве. Ну и более того, Гуана, свежий игрок в центре поля. Наверняка поможет. Яквин там. Заработал аут. Сантана. Подачу штрафную. Тягу Силва мяч выносит. Гуана. Увел сыграл. Пароло. Удор. Но вот во втором тайме Чизену посмелее действует впереди. Но не покидает ощущение. Это лишь от того, что Милан позволяет. Милан, забив третий гол, расслабился, откровенно говоря. Это от них не претензия, это просто констатация факта. После гола Робини у Милана, по сути, не было чего-либо интересного создано впереди. Вот, может быть, сейчас. Или чуть попозже. Бенуан. Пудел. Сразу смотрит партнера, на кого делает длинный пас. На кого же еще на Мчинси? Квинто. На Чирино. Павел Макси Локес, по мнению арбитра. Сейчас, наверное, опять будет изображать удивление аргентинец. Марио Сантана. Подача. Ну вот и верхом стала играть Чизена. Все лучше и лучше смотрится эта команда. И еще заброс штрафную. Здесь Тегусилла. Безошибочно сыграл. Проконтролировал движение Винченцо и Квинто. И видел, что Кристиан Объятие выходит этот мяч забрать. Мунтари. Ван Бомел. Рискованную передачу сейчас делает Марк Ван Бомел. Но такое действие со стороны соперника, я думаю, закладывалось. Марком Ван Бомелом, как и сейчас у Руби Эммануэлса. Правда, мяч попал в его партнера. Я вот уже в пользу Чизена. Камот там. Бенелуань. Радриез. Гуана. Налево. Все. Все защитники мяча коснулись. Пора отдавать в линию полузащитную. Ну как же так будет у мяча в работе? Ладно, просто ужасно. И Макси Лопес. Демонстрирует технику. Более качественную. Есть какое-то шевеление на скамейте запасных. Милана. Похоже, еще одну замену готовит Массимилиану Аллегри. Или там уже стали разливать шампанское в бокалы. И говорит поздравление Джануке Дзамбротти. Ну, скорее всего, это первый вариант. В запасе у Милана по-прежнему Индзаги, Дзамбротта, Антонини, Епес, Эль Шаарави и голкипер Марко Амюля. Ну вот, наверное, Эль Шаарави вполне может появиться на поле. Молодой, быстрый, тоже здорово проводящий последние матчи в составе Милана. Два гола в этом сезоне Эль Шаарави забил. Один из них в матче прошлого тура ворота Удинеза с передачей Макси Лоббис. Это был победный мяч. Можно было даже предположить, что Эль Шаарави в стартом составе сегодня будет на поле, но нет. Начал он этот матч на скамейке. По-моему, именно он находится сейчас уже в игровой форме Милана. И нужно дождаться паузы для того, чтобы увидеть его на поле. А менять можно хоть кого, даже Урби Эммануэльсен. Мисба, Ван Боммел. Объятие. А вот и пауза. Марко Парол испугался, что мяч у его команды хотят отнять. Но нет, просто замена у соперника. Робиньо уходит с поля. Вместо него Стефан Эль Шаарави. Робиньо получает паузу. Чуть более длительную, чем те игроки Милана, которые эту встречу доиграют до конца. И уже может мысленно сконцентрироваться на противостоянии следующего тура на матче с Туринским Ювентусом. 25 февраля состоится эта игра. И вы ее, конечно, сможете увидеть на НТВ+. Если у вас есть НТВ+. Ночирино опасно играет Антонио Ночирино. Отделался легко в этой ситуации Марко Паролу. Могу сейчас и распороть бровь Антонио Ночирино. Штрафной назначен. Винченцо и Квинта. И кто-то еще из его партнеров по мячам. Можно рискнуть и пробить. По воротам Кристиана объятия. Галки Пермилана сегодня находятся, по большому счету, вне игры. И большую часть этого матча. Выстраивает объятие стенку. Но явно Гуана откатит. А и Квинта пробьет. Опасно. Неплохо пробил Винченцо и Квинта. Объятие, конечно, должен был этот мяч доставать. Он летел прямо над ним. Но не попал у ворота. Девятый номер. Гуана сыграл головой. Мезба, Тиаго Силва. И вот такой подарок. Эль Шарави. Попадает в галкипера. Да, сегодня Милан, вот единственный минус в игре команды, плохо реализует выхода один на один. Не забил Амбразини, не забил сейчас Эль Шарави. Что странно. Ну, а здесь два бритоголовых центральных защитника Чезена, конечно, были максимально радушны к нападающему сопернику. Просто столкнулись Гильермо Родригес и Юан Бенулуань. Но их простил Стэфан Эль Шарави. Но Чирино. Не стоит в очки. И по катящемуся мячу был нанесен удар. Нужно будет повторить. И держится к мелочам Паула Валерия. По-моему, все-таки плечом подыграл себе Эль Шарави. И если бы он отправил мяч с сетком, гол должен был бы быть защитным. Но это 100%, поскольку судья игру не остановил. А вот режиссеры заострили. Наш с вами внимание на этом эпизоде. И Квинт там. В конце матча он проснулся. Романа Павличенко в свое время называли спящим гигантом. Но Винчин Си Квинтон чуть не меньше. У нынешнего форварда Локомотива. Но Роману действительно хочется пожелать, чтобы он стал проснувшимся гигантом. И перестал быть спящим. Биналуань. Пудил. Буту. Ночирино. Камотто. Марио Сантана. Ну что, преуспеет здесь в борьбе Джамель Мизба. Да, не без его участия Милан отбивается. Мизба очень нравится в первых матчах во своей новой команде. Прежде всего старанием. Двигательной работой, которую он выполняет. В общем, чувствуется, что человек получил шанс. Ранее Мизба выступал за Леча, который ведет борьбу за выживание. А тут сразу попал в топовую команду чемпионата. И тут же начал стараться и стремиться себя проявить. Я в эту ситуацию даже сравнил с переходом Юту Наготома из Чизена в Интер и его игрой в составе миланской команды. Потому что сейчас по движению в Интере Наготома, по-моему, просто лучше. По крайней мере, даже в проигранном с крупным счетом матче с Болонией, Наготома не боялся взять мяч и потащить его один по бровке. Поскольку партнеры в этом не преуспели. Ночирино. Да, здесь можно дать блокировку. Увидеть блокировку со стороны Марко Роси. Ночирино прокинул мяч мимо. Ну и сам тоже наталкивался на соперника. Ну, в общем, 50-50. 50-50 почти как 55-й номер Хави Мартинеса, который сейчас выходит на замену. Меняет он Марио Сантану. Премного вероятно, что... ...наверное, способный в танцах после вот этого действия Хорхе Мартинес. Займет место на правой бровке. Хорхе Мартинес это самое неудачное приобретение, которое сделало нынешнее руководство Туринского Ювентуса. Из-за него было заплачено больше 10 миллионов евро, а потом от него никак Ювен не мог избавиться. И вот перед началом этого сезона отдал в аренду. В Чизену вовсе забесплатно. А ведь Хорхе Мартинес потом в Ювентус вернется. И эта история будет иметь какое-то продолжение. Мартинес, Муту, нет офсайда, а бьет Юквинта! И Кристиан Абьяти, вот это хороший сейф вратаря Милана. Лежит Юквинта в штрафной соперника, схватившись за голову. Да, в общем, 3-4 момента за матч Милан Чизене создать позволил. Вспомним промах в начале второго тайма Муту. Ну, вспомним удар Юквинта в первом тайме головы под перекладину и удар со штрафного. И вот сейчас. Ну и плюс гол. Даже 5 набирается. В общем, поправь Чизену дела с реализацией. Еще более результативный поединок мы бы с вами наблюдали. Но ведь это, с другой стороны, говорит и о том, что не все так плохо в датском королевстве. И Чизена вполне может оказаться дееспособной в борьбе за выживание. Вообще, вот так, если посмотреть на аутсайдеров чемпионата Италии и сравнить их с наиболее слабыми командами, выступающими в тех первенствах, которые мы показываем на НТВ+. Мне лично кажется, что в Италии самые сильные вот эти самые аутсайдеры. Потому что и Болония не подарок. Это не только впечатление от игры Болонии в матче с Интер. Это и впечатление от матча с Ромой, от матча с Наполи. Болонию очень трудно обыграть. Наварова тоже пытается бороться. Одержал первую победу на выезде. И над кем? Сразу над Интером. Лечи вообще воспрял духом после прихода Серсе Косми. Ну и вот Чизена, который сопротивляется как может. На Ширино. Но непонятно, что он сейчас сделал. Бил по воротам так не точно. Или столь сильно отправлял мяч партнеру. Это была передача. Подходит к концу этой встречи. Я бы отметил старание команды во втором тайме. Все-таки после первого, завершившегося со счетом 2-0. А мне казалось, мы с вами рискуем увидеть абсолютно безголевую. Ну не то, что безголевую вторую половину, а просто тайм, в котором будет мало интересных и приятных глазу событий. Ан нет. Обменялись соперники голами. И мы с вами имеем 3-1 в пользу Милана. Вновь было положение вне игры у Адриана Муту. Камотто. Борется за мяч Форхе Мартинес. Но Джамель Мизба куда расторопнее. Эммануэль Сан. Читалась эта передача. И Бенулуань сумел ее прервать. Роберто Гуана. Назад на Франческо Антониоли. Ему тоже во втором тайме. Вернее, ему также во втором тайме, как и Кристиану Обьете в первом. Временами приходится скучать. Чизена сумела переместить игру на половину поля Милана. Но Милана особо этому не противится. Смотрите, как глубоко опустились и нападающие. Макси Лопес. В частности, Арабинник уже ушел. Да, действительно. Ну и Эль Шарави. Это касалось. А также Урби Эммануэль Сана. Хорошо поборолся за мяч. Марко Пароло. Ставший капитаном после ухода Джузеппе Калуччи. Аут будет в пользу Милана. Но можно сразу встречать соперника прессингом. И делать это на его половине поля. А вот и результат. А вот и результат. Только Пудил сыграл не точно. Эль Шарави. Набирает скорость параллельным курсом Урби Эммануэльсон. Мунтари. Ван Бомел. Можно пошире. Направо. Там Иньяцу Аббаты. И просто же так притопал вперед. Это длинный пас Даниэля Бонэра. Здесь опасно играет Эль Шарави. Падает в лицо Иоанна Беналуана. По лбу вернее. Точнее. Да, задел шипом своей бутсы Эль Шарави. Лоб. Центрального защитника Чизена. Он тут быстро пришел в себя. И хорошо, что нет кровотечения. Иначе пришлось бы ему покидать поле. Кудел. Кудел. Тогда эта скидка могла бы и пройти. Каким-то все-таки повыше. До мяча бы дотянулся. Камото как раз смог бы убежать на скорости. Иоанна направо. Камото. Передача в штрафную. Бьет муту. Борется за мяч Пудел. Зарабатывает Чизена угловой. Разыграли. Хорхе Мартинес. Камото. Подача. На ближний угол вратарской. И там Макси Лопес. Бежит Милан в контратаку. Эммануэль Сан. Здорово. И вот сейчас бы сыграть в одно касание. Ну максимум в два. Действительно на Антонио Мночирино. Это и пытался сделать Эль Шарави. Но вернулся в защиту Гуана. Передача не прошла. Спокойно Милан держит мяч. 1-1-0. Абаде. И действительно во втором тайме, обратите внимание, Макси Лопес перестал играть центрального нападающего. Он постоянно смещался на правой фланг. Вот сейчас прям было видно, как Массимилиану Аллегри руководил действиями своего нападающего. Показывал ему открываться в бровку. Видимо что-то на будущее уже наигрывает. Сейчас Массимилиану Аллегри. Ну а почему нет? А это безусловно повод для аплодисментов. Возможно даже стоя. Дело не в том, что уходит Макси Лопес. А дело в том, что выходит Филиппо Индзаки. Филиппо Индзаки. Пятое появление в этом сезоне Филиппо Индзаки в футболке Милана в рамках розыгрыша итальянской серии А. Муту. Не пускает его к воротам Даниэля Бонэра. Перевод Паролу на противоположный фланг. Удивительно, но Форхе Мартинес до этого мяча добирается. Но Чизена уже точно не сумеет данную встречу спасти. А значит, Милан обгонит Ювентус и по количеству проведенных матчей в этом чемпионате, и по количеству набранных очков. В 24 играх станет 50 набранных баллов у Милана. Самая результативная команда серии А. 48 мячей. 21 пропущен. И вот с таким балансом к главной битве следующего уикенда подойдет коллектив Массимилиано Аллегри. Еще минуту у него есть для того, чтобы данный показатель улучшить. По крайней мере, это касается количества забитых мячей. Ну-ка, сейчас одну хорошую передачу на Филиппо Инзаги. Он там, смотрите, как трудится в штрафной соперника, пытается открыться. Ну, исход матча уже ясен. Можно так, ради интереса, поболеть персонально за Филиппо Инзаги. Вот угловой. Это тоже для него шанс. Филиппо Инзаги, как никто другой, умеет подкараулить момент. Но, правда, сейчас миланцы могут мяч разыграть. И последние 20 секунд этой встречи убить у углового флажка. Милан побеждает по делу. Милан был класснее. Милан лучше использовал свои моменты. И Милан действительно вновь выходит на первую строчку в турнирной таблице. Мячи забивали Салли Мунтари, Урби Эммануэльсон и Робиньо. У Чизена отличился Даниил Пудел. Ну и арбитр матча дает возможность Милану еще чуть-чуть подержать мяч. Углового флажка. О, молодец. Сурби Эммануэльсон пробился. Пас! Удар! Но это был, правда, не Филиппо Инзаги. Это был Эль Шаравин. Но еще один момент мы с вами в этой игре все-таки увидели. Ну, а вот и финальный свисток. Поздравляю поклонников Милана с этой хорошей, уверенной победой. Милан продолжает превосходить своих соперников, как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате Италии. Еще раз напоминаю, в следующие выходные не пропустите главный матч Тура. Милан на Сан-Сиро против Туринского Ювентуса. Это будет битва за первое место. Ну, а матч Чузен и Милан для вас комментировал Роман Гудсайт. Болейте только футболом и смотрите его на НТВ+. Пока!